Всем большой привет! На что новый день? Открываем адвент календари. У Алины сегодня попался магнитик. А я готова. Это что у нас? Конфетка, маркер. И это шоколадка. Я тоже хочу. А у Алины сладости есть? У Алины леденец. Можно я съем это? Ну конечно. Можно эту доску потом. Я повешу этот магнит. Сколько у нас уже попалось? Давай покажем. Смотрите, у Алины уже 2 попались. Магнитика. Это получается 3. И тебе где-то еще 3 попадется ориентировочно. Она пока их здесь складывает. Потом мы ей доску купим магнитную. Для рабочего стола. Еще очень красивые попадутся. Блестящие, Алин. Алинка, как всегда, когда получает эти леденцы, вешает их на елку. У нас есть такой же игрушечный, где он там розовенький. Пару дней он у нее обычно тут висит, потом она его съедает. Да, вот это, смотрите, игрушечные на елку мы покупали, а это настоящие, похоже, да? Да. Даже не отличишь. Готовим соленые блинчики с утра пораньше. Яйца она уже взбила. Добавляем ванильный сахар. Молодец. Ну все. Можешь даже не весь высыпать. Возьми еще одну ложку сахара обычного. Немножко соли. В смысле? Что? Я хочу соли. Да соль совсем капельку нужно. Чуть-чуть. Угу. Одну ложку сахара. Молоко. На, прям все выливай, вот это, кокосовое. Угу. Я, кстати, купила к цветам моим, помните, я вам говорила, хотела камушки взять. Единственное, взяла одну баночку, надо еще купить, чтобы вот так красивые, да, камушки. Мне кажется, очень здорово смотрится. Я куплю еще побольше, и они тогда повыше будут. Сделали с Аленкой косички с утра. Любит она косички. Так, ну и все, можешь взбивать. Бери, взбивай хорошенечко. Угу. Да, да, все так. Я тебе буду муку подсыпать. Горло болит, я заболеваю. У Марка, я смотрю, горло немножко. Алина ломала. Ой, Алинка болела у нас неделю назад, у нее кашель ужасный был. Я никак не лечу. Кстати, кто-то спрашивал, как у нас с болезнями. У меня редко болезнь. Какие-то легкие простуды бывают. Я вам говорила, я очень плохо отношусь к лекарствам. Я считаю, что к лекарствам нужно прибегать в крайнем случае. Мама, у меня редко болезнь. И вот у нее с горлом были проблемы, я просто купила леденцы на травах. Альпийские травы вроде называются. У нас продаются они в каждом магазине. И она в течение дня, на каждой перемене, я ей говорила, леденец этот есть. И в целом помогло все за неделю, у нее все прошло. Что, ты будешь показать леденцы? Да. Алина их обожает. Мне они не нравятся. У них такой, знаете, прям очень явный, травяной вкус. Покажи. Это даже не в аптеке продаются. Покажи. Ну покажи в камеру. Вот так вот поближе. И Алине они очень нравятся. Да, она кашляла где-то, наверное, дня 4, потом все потихонечку затихло. Вот так называется. Я считаю, что организм должен сам бороться. Ну вот просто так. Как? Как? Вот. Вот такие я ей покупаю. Травки. Она говорит, цветочки. Леденцы с цветочками. Пахнут прям, знаете, такими травами. Яркими. Но Алине нравится? Ну обычно, Алине. Обычные леденцы. Вот у меня сейчас болит горло, но я вот эти не хочу. Я себе покупаю медовые леденцы. Вот медовые мне нравятся. Вот ты должен знать. А Алина не любит медовые. Алина, я не люблю. Я не люблю, мне не нравится. Нет. Я узнаю. Так, мне кажется, готово. Что? Мы в процессе. Смотрите, сколько блинов разных видов. Большие, крупные и маленькие. Вот эти маленькие мы оставляем на завтраке, в понедельник, в вторник у нас завтраки с блинчиками. Обычно из остатков. А вот эти мы сразу сейчас съедим. Потому что я вам говорила, в будни у меня нет возможности готовить блинчики, а детки их очень любят. Так как вот этих много, отлично на завтраке перед школой, перед садиком. Кстати, к нам сейчас приезжает логопед. Я вам говорила, что по воскресеньям с Марком занимается логопед. Наталья. Она, кстати, из Харькова, из Украины. Временно здесь живет. В Украине она логопедом в детском садике работала. Так что пока есть возможность, пока она здесь. Я очень рада, что она на дом приезжает. Потому что я вам говорила, я настолько в будни устаю развозить по школам, по садам. Плюс у нас еще немецкий логопед, что я просто физически не могла бы еще к русскому логопеду возить. Очень удобно, конечно, что она к нам на дом приезжает. Она тут с соседскими ребятишками занимается, с русскоязычными. И очень здорово, что по пути ей к нам ездить. Немножко засниму, вам покажу, как она занимается с Марком. Мне очень нравится. В игровой форме. Минут 50, наверное, получается. У него, конечно, еще очень плохо с усидчивостью. Он не может высидеть. Но так как занятие разностороннее, она с ним и в мячик поиграет, и в карточки. Очень разносторонние такие занятия. В игровой форме ему нравятся. Мама! Видишь, как удобно на трех сковородках? Нам надо еще одну сковородку купить, маленькую такую для блинчиков. И я тогда вообще блины буду за 10 минут печь. Я буду маникюр тут переделывать на днях. Уже посмотрите, как сильно отросли ногти. Купила новый лак себе, беловатого оттенка. Так что вместе с вами сделаем маникюр. Этот оттенок мне невероятно понравился. Розоватый, с блестками. Очень красивый. Сколько я с ним уже? Почти три недели, наверное, хожу. Это все мне. Ну, хочешь, съешь все. Ты съешь? Марк любит маленькие, Алины только большие. Алинка у нас, как всегда, в своем репертуаре. Смотрите, сгущенка вареная. Вишневое варенье. Сейчас она еще клубничного варенья намажет. Вкусно? А Марк вообще без начинок ест просто так. Хотя они у меня не очень сладкие. Совсем мало сахара кладу. Девчонки, хотела с вами посоветоваться. Я сейчас Алине выбираю подарок на Новый год. С Марком у нас проблем нет. Мы уже определились, что хотим. По поводу Алины вопрос. Потому что в целом я ей хотела магнитную доску, хотела ей наушники беспроводные. Это то, что ей срочно нужно. Вот 100%. Но она мне тут все уши прожужжала про 3D-ручку. Напишите мне, пожалуйста, у кого есть и насколько она действительно нужна, насколько ребенок ей будет пользоваться. Потому что, знаете, тысячу раз уже покупались игрушки. Игрушки или вот что-то для поделок, которые на один-два дня интересы, и потом валяются. Так вот, 3D-ручка, я сама не знала, что это такое. Вот сейчас на Амазон зашла. А я так понимаю, вставляется какая-то вот такая разноцветная проволока и под температурой расплавляется, и можно сделать всякие фигурки. Ну, вот что-то типа такого, даже замок какой-то. Каких-то вот... Ну, все, что хочешь, в принципе. Здесь творчество, да? Получается такой элемент творчества. Но ценник, конечно, у нее не дешевый. Вот я смотрю, средняя цена это 70 евро. И вот вопрос, насколько это действительно нужно. Напишите, пожалуйста, у кого есть, как вы считаете, полезный ли это подарок. Так, я тут смотрю, даже трафареты какие-то. В общем, не знаю. Или мне кажется почему-то, что такие вещи надо дарить после 10 лет. Хотелось бы, конечно, подарок, которым она реально будет пользоваться, а не который, знаете, за такую сумму покупаешь, и потом валяется. Вот то, что ей 100% нужно, это наушники беспроводные. Она давно хотела, как у меня. Это действительно удобно. Я не знаю, может быть, лучше такие вещи на день рождения в следующем году подарить, если ей будет это интересно. Так что напишите. Вот мне просто интересно, у кого есть, насколько это полезный подарок, насколько ребенок действительно пользуется этим. Но мне почему-то кажется, что реально такие вещи просто для деток постарше нужно. В преддверии новогодних праздников, я думаю, многие сейчас из вас тоже задумываются о подарках для своих родных и близких. И я хотела вам порекомендовать невероятный запоминающийся подарок, который, как мне кажется, понравится абсолютно каждому. Кува – это сервис подарочных сертификатов на отдых в самых разных отелях России. Большинство отелей вокруг Санкт-Петербурга и Москвы, но также есть отели и на Байкале, Алтае, в Сочи и в других городах. В каждом сертификате есть десятки отелей на выбор, но что самое главное – в какой отель поехать, когда и с кем, получатель подарка решает сам. На активацию сертификата у него будет аж два года. Можно выбрать категорию, которая подходит для ваших близких наиболее всего, например, семейный уикенд, побег из города, необычные выходные и другое. Что очень важно, подарок доставляется в невероятно красивой упаковке ручной работы. Также можно выбрать фирменный конверт или отправить сертификат по электронной почте. Подарочная упаковка очень красивая, все детали продуманы до мелочей. На сайте вы можете выбрать то, что понравится именно вам. Я думаю, что такой подарок будет актуален на любой праздник. Скоро Новый год, Рождество, потом День всех влюбленных, 23 февраля, 8 марта. Лично я была бы рада получить такой подарок и на день рождения, или, например, на годовщину свадьбы. Под этим видео я оставлю ссылку на сервис Куба, где вы можете ознакомиться со всеми деталями. И также, что очень приятно, от меня будет промокод «Эмоции» в 1000 рублей, который вы можете активировать в течение двух недель с выхода этого видео. Дарите своим близким эмоции сервисом Куба, всех с наступающими праздниками. Наша красота. Вот не могу насладиться и налюбоваться. Помню, в каком-то году мы поставили ёлку после 15 декабря, и около 10 января уже убирали. Я вам скажу, мне не хватило. Поэтому я очень рада, что мы поставили ёлку, я не помню, в первых числах декабря, где это вышло. Ну, как обычно мы и ставим. И тогда до 10 января на 100% я ей наслаждаюсь и убираю её уже в таком настроении, что, знаете, надоело. Сейчас я понимаю, что вот пока наслаждаюсь, пока не замылился глаз, вот любуюсь ей каждый день. Напишите, пожалуйста, в каких числах вы ставите ёлку. Я помню, кто-то написал, что прям ставит перед Новым Годом, чтобы максимально новогоднее настроение было, потому что глаз замыливается к концу месяца, и уже от ёлки нет такого праздника, праздничного ощущения. Видите, насколько мы все с вами разные. Мне важно весь декабрь поддерживать вот это новогоднее настроение радостное. Ну, и благодаря адвент-календарям, которые лежат под ёлкой, тоже, видите, у деток тут все адвент-календари сюда притащили. Не знаю, мне кажется, не очень аккуратно смотрится. Наверное, надо убрать половину отсюда. Так что весь декабрь у нас радостный в ожидании. Бурка. Молодец! Ничего себе! Яблоки. Лимонад. Ты думаешь, это не лимонад, а, мне кажется, масло. Ну, масло. Лимонад. Ну, хорошо, лимонад. Лимонад. Ну, и будет лимонад. У меня... Ой, подскажи, что это такое? Картошка. Р-р-р. Ой, подскажи, пожалуйста, какую-нибудь. Р-р-р-ба. Что ты думаешь здесь? Р-р-р-ба. Разве улыбки? Р-р-р-р-ба. Значит, что тут слышится? Р-р-р-р-р-ба. Молодец, спасибо. Корбаса. Р-р-р-р-р-ба. Р-р-р-р-р-ба. Молодец. Это что, как ты считаешь? Р-р-р-р-р-р-ба. Вот. Р-р-р-р-р-р-ба. Р-р-р-р-ба. Р-р-р-р-ба. Булка. Булка опять. Р-р-р-р-р-ба. Что у тебя? У меня молоко. А может, это кефир? Нет? Кефир. Так. Какой тут звук слышится? Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р ПАЛ 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 РА ТА ТА ПАР ПАЛ 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 ПАР ПАР Молодец! И третий раз? ПАР ПАЛ ПАЛ ПАР РА Хорошо. Упс! Пирожок связь. А это? Пирожок с рыбой. Молодец. Ну так еще смотри сколько пирожочков. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Два. 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 Потом скажешь какой твой самый любимый пирожок. Ой, давай перевернем что-нибудь. Пирожок с малиной. Так. Пирожок с клубникой. Пирожок с вишной. Так. Пирожок. Пирожок с картошкой. Пирожок с рыбами. Пирожок с пупкорном. Пирожок с рисом. Пирожок с рисом. Молодец. Молодец. техобслуживанием, как и велосипеда. Поменял мне стекло, промыл все. Не поменял, я меняю. Не меняешь. Потому что у меня... Где это старое стекло, Саша? Вот в этом покинет. У меня... А, все убитое, да? У меня очень много царапин, сколов на стекле. Саша мне обычно занимается заменой, потому что я ничего этого не умею. Покажи. Такой красивенький. Мне надо чехол новый купить, потому что мой... Вот все-таки силиконовые чехлы прозрачные, они желтеют. У тебя был такой фон розовый? Да, это у меня Марк что-то изменил. У меня Таллин был здесь. Посмотрите, какой красивый. У меня столько не прочитанных сообщений. Я вообще не захожу в соцсети никуда. Красивый, чистенький. Вот видите, они желтеют силиконовые. Вот здесь все прозрачным было. Вот эта часть. Надо новый мне заказать. Мне очень нравится мой чехол. Просто на Амазоне какой-то заказывала. Точнее, комплект из двух был. Так вот, со временем вот эта часть, она становится желтой, некрасивой. Ну, пока одевай. Ну, давай я поищу на Амазоне, скину тебе ссылку, что заказать. Насколько, интересно, хватит мне такого красивого телефона, Саш? У меня царапины вечно быстро появляются, потому что в сумке валяется среди всего хлама. Ну, а как? Где у меня хранить телефон? У меня нету карманов дополнительно. Ну, ладно. А сколько стекло стоит? Не очень дорого. Один с кем. Одно стекло один в евро? Два. Два. Ну, то есть шесть евро... Одинаковые, на трое одинаковые. Ну, недорого. За шесть евро на пару месяцев мне хватит. Алина вон розовенькая, это они на корабле стоят. Акула, пожалуйста. А Марк зелененький. Алина, я вас тебя съедила. Все, Алина. Марк, спаси. Нет. Марк, спаси сестренку. Нет. А можно спасти реально? Нет. Да, Марк, можно. Ну, спасти. Я пытаюсь, но я... Алина, в школе делали вот такую книжечку в честь Дня Николая, Николауса точнее. А здесь какая традиция, расскажи. Ну, расскажи традицию, Зубастик. То, что Николаус приходит и кладет это игрушки или сладости в ботинах. Да, мы сегодня ночью выставим ботинки, начистим, дети точнее, начистят и выставим в подъезд. И ночью Николаус будет ходить. Он, получается, с какого числа? С шестого числа. С шестого ночью. С шестого. Да, с пятого на шестое он разносит деткам сладости или игрушки. Это местная традиция католическая. И они в школе делали вот такую книжечку и посчитать, что там. Покажи. Тут надо вот, например, вот это плюс это будет. И ответ надо найти и разукрасить одним цветом, да? Вот. Дальше. Вот тут надо было вот это вот из-за этих звездочек надо было, например, тут зак. Это значит, это мешок с подарками. Вот тут это Николаус, вот. Он написал шайтшруф. А что такое руфе? Это не ф. Руте? Да, я не знаю, что это значит. Вот, кстати, надо почитать, что такое руте реально. Я не знаю. Вот тут надо было прочитать и разукрасить Санта-Клауса. У них Санта-Клаус, это Николаус в Германии. Это то же самое. Вот тут надо было почитать это ангелочек, их тут 20. Вот так. Вот тут надо было, вот, например, ну... А, ну слова, я поняла. Да. Вот. Это вы на уроке делали все? На уроке все делали? Вот это мы... В общем, подготавливайте вечером ботинки, посмотрим, принесет он вам что-нибудь или нет. Мы раньше никогда эту традицию не поддерживали, но вот решили в этом году, так что попробуем. Я думаю, на улицу не будем выставлять, там холодно, выставим в коридор. Малышек, смотрите, под елочкой свой адвент календарь открывает. О, ничего себе, сколько много. Я же сама забыла, что я тебе клала. Это мармеладки из японского магазина, необычные какие-то с ананасом. Мне интересно, насколько они вкусные. Это тюлень зажаренный? Почему тюлень? Это шоколадка-олень. А, она в противне, да, смотрите. Ассоциация. Смотрите, сколько много вкуснях. Деткам готовлю макароны, наша одна из любимых друг. Сама, кстати, тоже сегодня буду. У них просто макароны со сливками. Марта, тише. Сейчас почти готово. Наггетсы у нас, как всегда, просто со специями. Вот эта специя из Сталина. Мне очень нравится. Видите, здесь курочка нарисована. Для курицы идеальная. И макароны у деток просто со сливками, а я себе взяла песты. Я периодически беру именно зеленый. Он мне больше нравится. Здесь у нас еще красный продается с томатами, но вот зеленый вкуснее. Здесь в составе оливковое масло, пармезан, базилик. Что еще? Чеснок, соль. В общем, такой соус интересный по вкусу. Мне очень нравится. Просто смешиваю с макаронами и рядышком мясо, и какой-то салатик, например. Все. Очень вкусно. Такой самодостаточный соус. Мне невероятно нравится. С макаронами идеально. Вот мне интересно, а если с рисом попробовать, будет ли вкусно. Но дети, конечно, такое не едят. Только я ем в семье в нашей. А у деток стандартно. Что? Мама, вот, смотри. Что у тебя там в дневнике? Вот так. 6 декабря. Приходит Николаус. Нет. А, здесь написано, что 6 декабря будет организовано сухой паек в школе вместо горячих обедов. Это завтра. Завтра, значит, что-то вкусное у вас будет. Я помню, в школе обожала сухой паек. Алина, вещи, пожалуйста, убери в свою полку. Дети, у меня уже ужинают. Себе тоже положила. Вот так выглядят макароны с соусом песты зеленоватого цвета, наггетсы и кукуруза. Кстати, очень люблю консервированную кукурузу. Не было у меня никаких овощей для салата. Ну, там чуть-чуть помидоров только осталось. Я их на завтрак себе оставлю. Надо завтра докупить будет. В общем, приятного мне аппетита. Попробуйте обязательно с пестой, если увидите где-то в продаже. Саша с Алиной собираются в бассейн. Саша, кстати, 2 месяца уже ходит в бассейн 2 раза в неделю. У нас тут совсем недалеко. Буквально сколько? Минут 5 ехать, да, Сань? А мне маску... И в первый раз Алина... Маску? Да не, не надо. И в первый раз Алина идет с ним. Посмотрим, насколько тебе понравится, Алина. У Саши от работы абонемент бесплатный. А Алина сколько будет стоить билет, Сань? 3? 3,50, по-моему. 3,50 евро. А мы ночью ведь возвращаемся. Одно посещение. Это сколько в рублях? Это 200 рублей, наверное, да, где-то? Следи только за ней, Саш, чтобы она там утонула. Саша говорит, он час плавает, а с ней-то быстро не поплаваешь. А мне кажется, она тебе мешать будет. Там каждый первый дедушка 80-летний плавает в два раза быстрее, чем я. Потому что он уже 80 лет это делает, а я только начал. И там какой-нибудь, знаешь, старенький дедушка, и на улице ты ему в трамвае место уступишь, а он плавает, блин, как субмарина. Тут очень, кстати, популярно плавание. И Сашке нравится. Нравится тебе, Сань? Там, кстати, очень много пенсионеров. Ты зачем ходишь на плавание? Это для здоровья полезно. И для похудения, да? Для здоровья. В основном для здоровья. Готовлю сейчас Саши мясо. Я периодически покупаю вот такой вот громадный кусок вот такой упаковки, вот так называется. Оно копчено. Я его нарезаю на вот такие кусочки, ну, средней толщины, и запихаю в духовке, ну, где-то, наверное, минут 30. Рядышком еще выкладываю овощи, и вот такой у него обед-ужин получается. Ему очень нравится. Я вам говорила, я мясо не так люблю. Я, Саша, в основном, именно вот это делаю. Копченое мясо и еще запеченное в духовке. Очень интересно получилось. Класс, Саша, мясо. Вот так вот оно выглядит. Очень вкусное. Вы представляете? И подкопченое, и запеченное, и вот овощи мои стандартные. Так что у него вот такой ужин. Я вам говорила, он сейчас на интервальном голодании. Ест с двух часов дня до десяти вечера. У него в десять вечера ужин. В два завтрака у него, в шесть обед и в десять ужин. И потом вот до двух дня он ничего не ест. Ну, он может там водичку пить. А днем он, конечно, в течение восьми часов он нормально ест. Там перекусы какие-то у него бывают. Но самое главное, что вот с десяти вечера до двух дня потом ничего не ест. Ну как? Круто? Понравилось? Да. Папа теперь будешь два раза в неделю ходить? Нет. Два раза, я не возьму два раза. Один раз? Не плавает. А что она делает? Она такая поплавала чуть-чуть, а потом такая, ой, я тут буду сидеть просто. Где ты сидела? Просто говорит, я тут посижу просто. Тебе не понравилось лавить? Понравилось. А что папа говорит, что ты плохо плавала? Так что ты делал? Ты плавал, ты ее одно оставлял? Ну я плавала, она за мной там плыла. Мы плывем от одного края. Она там где-то в начале еще плавает, я в обратную сторону уже плыву. Она очень медленно плавает. Тебе понравилось? Там тепленькая водичка? Нет. Там холодная. Вот смотри, я здесь снял твои видео. Ты же сказал, что ты не брал телефон. А там вообще ноль людей было. Вау, как ты хорошо плаваешь, Алин. Сейчас Марку покажем. А Марк ходит на плавание в садике. Их возит раз в неделю. Ну уходи с ней по пятницам. Полезно же. Ну что, как ты плаваешь? Пормально. Ну плыви давай туда. Лягушонок такой. Она хорошо плавает, конечно? Ну вот, видишь, по собачьей плывет. Молодец вообще. У меня Линка. А как прыгнуть? Ну, туда. Ну, как угодно. Ну что, дети намывают свои ботинки. Сейчас выставим их в подъезд для Николауса. Смотрите, Алин, что ты натворила? Посмотрите. Как вам это творчество? Так, ну что, намываешь? Интересно, что вам Николаус положит? Как вы думаете, что вам положит он в сапожок? Мне кажется, у меня вкуснее. А мне вот такой Деда Мороз. Ты Деда Мороза хочешь? Да, того. Шоколадного. Шоколадного? Ну что, все? Идеально? Да. Я посмотрю, как ты там начистил. Ну. Март, ну, честно говоря, конечно, не супер. Хочешь, что я тебе помогу? Нет. А, ну вообще ладно. Вытаскивайте, давайте. Кладите. Все? Сейчас соседи будут мимо проходить, подумают, зачем лежат ботинки. Сейчас мы не проверим все. Да никого нету. Я думаю, кто-то на балкон Алинклау. Что, чистить зубы и ложиться спать? Скажите всем пока-пока. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»